У меня нет художественного образования, я не умею рисовать, только срисовываю, но это не мешает мне создавать невероятно красивые работы. В этом уроке я покажу довольно простой способ создания интересного, сложного на первый взгляд 3d рисунка. Вот такого милого енота мы будем рисовать с помощью кисти, а также используем в работе насадки для цветов. Я уже подготовила и окрасила крем. Сразу скажу, что для кремовой флористики, даже для таких мелких цветочков, лучше подходит крем чист на масле. С ним гораздо комфортнее работать, он лучше держит форму, чем крем чист на сливках. А в бонусном уроке вы сможете найти видео по приготовлению этого крема. Я уже подготовила тортик белого цвета, но мне хочется добавить немножко неба. Сделаю голубой крем. Мы уже прям по выровненному торту делаем такие легкие мазки. У нас будет небо. Для начала нам нужно сделать разметку контуров рисунка. Если боитесь не попасть в размер, воспользуйтесь линейкой. Диаметр у нас торта 10 сантиметров, соответственно рисунок у нас в надписи не будет, рисунок будет почти на весь тортик. 7 сантиметров достаточно. Верхняя точка у нас будет на высоте 7 сантиметров. Ставим точку и нижняя. В этом отрезке мы будем рисовать нашего енота. Далее разберемся с очередностью нанесения деталей, чтобы изображение не было плоским после переноса. Хвост и ушки это самый дальний план. Дальше мы прорисовываем туловище, на нем лапки, голова и самый последний этап это цветы. Ставим перед собой картинку и начинаем переносить. Срисовываем шилом, делаем на метке. Детальку за деталькой. Сначала основные контуры. Дальше уже прорисуем более такие мелкие детали. Шила все время протираем, чтобы на нем не скоплялся крем. Контуры мы нанесли, начинаем с хвостика. Наша задача сначала просто прорисовать кремом детали. По очереди черные, белые. До конца даже можно не доводить, потому что часть хвоста закроется цветами. Дальше мы берем мастихин и немного разравниваем крем. Просто чтобы понимать достаточно ли крема, достаточная ли толщина каждого слоя. Разглаживаем темный крем, потом вытираем мастихин и переходим к светлому. Где-то если вы потянете черный крем за собой на светлый, ничего страшного, у нас все равно сейчас будет некоторое смешение оттенков. И мы берем кисть и начинаем делать вот такие мазки, имитацию шерсти. Прям можно темный цвет немного протягивать на белый. Создаем такую фактуру. Можно чуть в стороны. Вост пушистый. Столик крутите, как вам удобно. С какой стороны вам удобнее делать эти мазки, но главное, чтобы они шли в одном направлении, примерно, то есть вверх и чуть правее и левее можно уводить нашу шерсть. Немного в разные стороны, но не надо двигаться то вертикально, то горизонтально. По темному прошлись, кисточку вытерли. Если где-то прям сильно залезли черным кремом, можете снять лишнее кисточкой, не проблема. Уже получается более реалистичная картинка, чем если бы мы просто все взяли, разгладили мастихином. Костик, в принципе, готов. Я бы добавила еще на черные полоски немножко белых бликов. Опять же для того, чтобы вот этот эффект глубины создавать. Где-то блики, где-то тени. Так. Дальше у нас ушки. Контур ушек у нас прям темно-темно-серый. Я даже выведу черным. Дальше уже темно-серым. Вот таких четких границ у нас вообще не должно быть у таких рисунков. То есть все-все тушуем. Никаких грубых контуров. Это все уже как раз таки противоречит естественности. Поэтому все нужно максимально растушевать. Также можно немножко вытянуть из ушка шерсть, шерстинки. Если не понимаете вообще, где накладывать тени, блики, просто смотрите на картинку. Как раз таки выбирайте картинки для таких работ в акварельной технике или в масляной технике. Картинка, нарисованная маслом. Там уже художник за вас все придумал. Где какая тень должна располагаться. Просто срисовывайте. Взяла побледнее розовый. Серединка розовая в ушках. Многовато серого крема нанесла. Можно прям шилом убрать лишнее. Немножко можно сначала мастихином разровнять. Распределить крем. Вот тут мы либо тоже кистью проходимся аккуратно. Но здесь внутри ушка шерсти у нас нет. То есть нам прям фактура не нужна. Слишком грубая. Вы можете просто немножко мастихином такие как легкие следы оставить. Здесь нам тоже не нужна идеально гладкая поверхность. Все, да, идеала выравнивать не нужно. У каждой детали должна быть какая-то своя фактура. Смотрю сейчас под другим углом. Одно ушко как будто чуть-чуть меньше. Растянем его, сделаем побольше. Опять же идеальная симметрия нам не нужна. На картинке тоже у нас одно ушко чуть-чуть меньше. Но оно будет прикрыто цветами. Поэтому это все не будет бросаться в глаза. Так, следующее у нас на очереди его туловище. И на нем уже ручки. Мы берем основной цвет. У нас светло-серый. И заполняем все пока одним цветом. Оставляем только место для белого животика. Голову не трогаем. Все детали мы наносим послойно. Заполняем. Сделали заливку основным цветом. Разровняем мастихином немного. Дальше берем более темный цвет. Серый. И прорисовываем некоторые детали. Там, где у нас падает тень. От головы у нас падает тень. То есть здесь как раз таки верхняя часть туловища будет более темная. Ну и так какие-то фрагменты. Поставим темные акценты. Опять же мастихи нам чуть-чуть прошлись. Можно добавить даже немножко черных пятен. И дальше уже переходим непосредственно кистью. Вытягиваем. Делаем шерсть. Вытягиваем шерстинки. Я сейчас поставлю тортик охладиться на несколько минут. Вижу, что тень сильно проваливается в крем. Это мешает работе. Поэтому периодически работая в такой технике нужно ставить торт в холодильник. Ну или в морозилку на пару минут. Вот слишком мягкий, кисть сильно проваливается. Такого быть не должно. Охлаждаем. На пару минут поставила торт в холодильник. Крем немножко схватился. Потому что сейчас я работаю на масляном. Именно с этим декором. Он довольно быстро охлаждается. Теперь у нас остался белый животик. Тоже заполняем. Разглаживаем мастихином. Не бойтесь где-то выйти за край. Ничего страшного. Все можно подправить кистью. И опять же четких границ у нас не должно быть. Сейчас будем тушевать все границы. И кистью делаем натяжку с темного цвета на светлый. Вот так. Вместе сработаем. Причaquya лыanor. И кнопка отгнать. Кисть знач今 сильночиков. А как об�ят слишком новые. Прямо adrenalin з hora. Прямо на подложку можете выдавливать немного крема, нужного цвета. И прям как в краску кисточкой макаете и прорисовываете какие-то элементы. Также можно и с белым цветом поступить рядышком. Делаете капельку и прорисовываете. Как масляными красками работаем. Хочется немножко и на животик добавить темных пятен, чтобы не был однородный белый цвет. Можно сделать его таким чуть более взъерошенным. Вытянуть шерстинки по бокам. Следите за направлением ваших форсинок, чтобы это было естественно. То есть здесь они расходятся по сторонам немножко. Вправо, влево. Здесь уже идут вниз. Если где-то вам не нравится форма, хочется вам немножко убрать. Вот здесь, допустим, мне не очень нравится. Убираем шивом все лишнее. И спускаемся, спускаемся, спускаемся ниже, ниже, ниже. Прорисовываем все ворсинки. Добавляем где-то блики. То есть вот таких гладких краев у нас не должно быть. Все должно быть фактурное, растушеванное. Без четких границ. Можно фактуру придавать и шилам. То есть вот хочется немножко шерсти придать объема. Для меня шило это второй инструмент. Именно тонкое шило очень помогает в работе. Так, ну, в принципе, с туловищем все. Прорисуем лапки. Так как лапки у нас на туловище, да, соответственно, туловище в первую очередь рисуем. И уже на самом туловище прорисовываем эти детали. Прорисовали лапки светло-серым кремом. Можно прям кончиком мешка вот такую фактуру и создать. То есть тут даже можно и кистью не работать. Главное, чтобы у нас нигде не было таких гладких, ровных колбасок крема. Так, возьмем темный. Более темный, серый. И добавим тоже каких-то пятнышек темных. Больше темного у нас там, где руки уходят, лапки уходят в сторону туловища. Ну, и нижняя часть. Так. Буквально пару штрихов кистью. Все, достаточно. И хорошо видно, тени мы сделали, фактуру сделали. Все, главное, вовремя остановиться. И переходим к голове. Также сначала возьмем основной светлый цвет, светло-серый. Оставим место для белых пятнышек. Оставим место для белых пятнышек. Мордашка, то есть вот именно где у нас носик, ротик, это уже будет более объемная часть на прорисованной голове. Так что пока что начнем с основы. И заливаем также светло-серым цветом. Дальше белым. Так, оставим место для черных пятен. Так. А также добавим место для белых пятнышек. Так, возьмем место для белых пятнышек. Так. Так. Но если можем... эту часть тоже можно светло-серым на ней у нас будет уже объемная часть мордашки и черные детали все теперь слегка мастихином разровняем крем мастихин нам нужен просто для того чтобы разровнять борозды от крема чтобы было проще работать кистью все берем кисточку выдавливаем себе также немножко черного немножко белого крема и прорисовываем волоски где-то можно добавить потемнее серого и и и и и и и и здесь темно-серый принципе можно уже кистью добавлять не забывайте и про белый крем тоже обязательно прорисовывать полосочки для объема отгоня варим полосочки для объема смешать полосочки для объема полоски для объема полоски для объема Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас здесь будет ушко практически полностью закрыто цветами. Продолжение следует... Просто чуть-чуть растушуем края, чтобы не было грубых стыков. Продолжение следует... Растянем глазки, пятна под глазки. Кисть периодически протираю, потому что крем на кисточке скапливается. Не совсем удобно рисовать. Заметьте, я все время кручу столик. Как мне удобно, чтобы все-все детальки прорисовать. Я думаю, что достаточно. У нас остается еще объемная мордашка. Объемная часть мордашки нашей. На которой будет располагаться носик и ротик. Чуть-чуть здесь еще хочется на подбородке добавить фактуры. Так, и... Мордашку все-таки сначала мастихином разглажу. Очень сложно сразу работать кистью. Если мастихином крем не распределили более-менее равномерно, Кистью это сделать будет сложно. Потому что кисть у нас просто для придания фактуры. Шесть животных, крылья, бабочек. Цветы можно в этой же технике делать кистью. Очень интересная имитация дерева, коры. Тоже кистью получается. В общем, вариантов много. Я уже не говорю про картины маслом. Это все как раз-таки для этой техники подходит. Там уже просто меняйте размер кисти, толщину кисти. От этого будет зависеть мазок. Но если здесь у нас нужны более мелкие мазки, частые. Соответственно, кисть я взяла довольно тонкую. Так, на этой части у нас фактура сильная не нужна. Более гладкая часть мордашки. Так, немножко ребром кисти пройдусь. Уберу эту идеальную гладкость. Не нужна она нам. Дальше у нас щелочки розовые. Вот можно растушевать мешком. И даже не использовать никакой дополнительный инструмент. Крем уже довольно теплый. Нагрелся. Такие детальки очень легко делать. Глазки. Глазки у нас еле заметны на рисунке. Но сначала в любом случае нужно белые кружочки сделать. И уже по ним черный зрачок. Глазки. 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 смотрите дальше я мешком уже не работаю я беру шило и протягиваю все тонкие линии шилом как мы делали на контурном рисунке где реснички протягивала тоже шилом для такой работы подойдет еще тонкая кисть вот такая кисточка тоже в принципе можно также вытягивать протягивать тоненькие линии мне как-то привычнее шилом более точной линии шила делают где у нас ротик я просто поставила капельку черного крема и уже из этой капельки начинаю вытягивать саму улыбочку если вдруг куда-то вас линия не туда ушла прям снимаете этот крем и делайте заново и нот практически готов буквально после последние штрихи хочется добавить немножко бликов на глазки для такой живости более реалистичный будет и на носик тоже либо очень очень тонкую линию из мешка делайте либо шилом протягиваете енот готов мы немного его сейчас охладим и сделаем цветы у меня вот такие насадки если честно это старый китайский набор не самого лучшего качества никак не обзаведусь хорошими насадками но вам рекомендую сразу приобрести более качественные с ними выходит гораздо лучше подготовим насадки уберем крем которым уже работали отрезаем побольше берем другой мешок принципе можно работать через переходники но я редко их использую наша задача расположить сначала крупные цветы и вокруг них разбросаем уже более мелкие это будет серединка нашего пиона дальше беру вот такую насадку конечно такого плана цветы проще всего делать на кондитерском гвоздике вы его крутите как хотите как вам удобно со столиком так не получится но приспособиться можно какие-то простейшие цветочки вполне можно делать и на поворотном столике теперь берем другую насадку обязательно пробуем на салфетке протираем насадку держим более тонким краем вверх насадку держим примерно под углом 40 45 градусов от угла насадки как раз таки зависит насколько ваш цветок будет открытым или закрытым приподнимаете насадку цветок получается более закрытым опускайте ближе к торту получается более открытым сразу сделаем серединку цветочку можно поставить много таких мелких капелек хочется добавить вокруг еще немножко черных акцентов и вокруг сейчас будем более мелкие делать поменяем насадку такая крупная нам уже не нужно достанем ее вставляем помельче также держим вверх гуской частью вот тут я угол сделала другой и цветок у нас получается более закрытый приподняла насадку тоже делаем серединку я поставила белую жирную точку и вокруг зеленые тычинки для акцента этому пиону хочется еще такой какой-то бутончик добавить заполнить пространство теперь берем насадку листик, выдавливаем на салфетку, пробуем. У меня на кухне довольно жарко, кондиционер из-за шума включить не могу, поэтому цветы немного опадают. Масляный крем не любит жару, поэтому следите, чтобы он не перегревался и держал форму. Но и слишком холодным кремом работать неудобно, он не такой эластичный и податливый. Ищите комфортную для себя температуру. Сверху сделаем на ушки небольшие, немножко выдавили и сразу убираем, получается более мелкий лепесток. Выдавили, немного убираем. Очень люблю я эту насадку, получаются интересные цветочки. Теперь возьмем желтый крем и через эту же насадку сделаем еще немножко цветов. Ничего, что край у вас получается немножко рваный, так даже интереснее. Цветы бывают разные. Так, где еще добавить? Давайте здесь. Так, и дорисуем серединке. И у нас осталась зелень, веточки, листики. Листики я уже буду делать без насадок, для более крупных отрежу край мешка треугольником. Возьмем другой цвет, чтобы зелень не сливалась. Зелень не слим. Делаем этот шарик. Когда узы приоткоплены. Парухоль на их держал. Когда узы здесь достаточно рваный. Не хорошо ждите и прощается зап working. Делаем их хватит обléстки,istели favorable. Ну и сверху немножко добавим на голове. Все, достаточно. Тут главное не переборщить. Вот здесь еще один. Добавлю и все. Все, наш енот готов. Продолжение следует.